Привет, друзья! С вами я, редактор Сергей Король, еще с нами Станислав Орехов, в одной из своих множества полосатых кофт, дизайнер, преподаватель, инфобизнесмен, владелец студии дизайна и огромного коттеджа, прямо из которого он сейчас с нами вещает. Привет, Сергей! Привет, друзья! Стас, я сразу начну с такого провокационного вопроса. Давай. Я видел в Фейсбуке у тебя пост, что ты рядом с домом строишь огромную башню в итальянском стиле. Слушай, я не то чтобы строю, я хочу построить. Вот, а дальше как получится. Так, а слушай, расскажи, зачем тебе башня? Твоя башня будет. Говорят, мечты сбываются. Слушай, да нет, это не моя башня, это башня, вот как на центральной площади в хорошем европейском городе, есть центральная площадь. У нас маленькая Италия поселок называется, соответственно, почему бы и здесь не сделать что-то хорошее, место притяжения. У нас удалось отбить от ландшафтных архитекторов, которые делают вот такие дорожки и сажают много-много растений. Нам удалось сделать архитектурную хорошую тему с центральной зоной. И сейчас у нас есть центральная площадь, на которой должна быть доминанта. Классная, интересная конструкция. Слушай, а сколько стоит построить башню, скажи? Где-то 3,5 миллиона, 4, может быть. А там внутри что-то будет? Там студия, может быть, у тебя какая-то? Нет, это холодное помещение, оно сделано на металлическом каркасе, поднимаешься наверх, подняться туда можно будет. Внутри можно какие-то инструменты какие-то там складывать, да, хозяйственные. И там еще должно быть для автополива, для растений, вода. А так это просто лестница такая как бы обзорная, и сверху можно будет посмотреть. Часы и, может быть, колокол какие-нибудь поставим. Офигеть, слушайте, очень круто. Но я ожидал, что ты переедешь в башню, будешь жить на вершине просто. Ну, летом. Неплохо. Прекрасно, мы как раз продолжаем с тобой разговаривать про создание дизайна интерьера. Мы в прошлый раз поговорили, я узнал много полезных для себя слов, узнал, что есть прораб, и прораб это не то, кем я считал раньше прораба. Вот, я хотел бы еще немножко про стройку поговорить. Предположим, что вот мы, там все, дизайн-проект есть, мы наняли, нашли людей, в зависимости от того, какие у нас способности, ресурсы, руководители стройки, прораба, дизайнер нам помогает за какой-то процент. Началась стройка, все, там, короче, кипит работа на объекте. Вот расскажи немножко про это. Вот мне, как заказчику, вообще нужно туда ходить? На стройку, конечно, нужно. Ну, если ты хочешь. Если ты вообще не хочешь, тебе надо взять кого-то, кто разбирается, он тебе все сделает. Но если ты хотя бы немножко хочешь разбираться, ну, сам вообще понимать, что происходит, и, может быть, в процессе какие-то решения принимать, ну, когда будет что-то не то, а не то в любом случае будет. И, конечно, тебе лучше, ну, как-то взаимодействовать. Тебе нужен управляющий, ну, часто это может быть дизайнер, который осуществляет все эти, ну, понимает. Понимаешь, дизайнер, он это единственный человек, который видит, что будет в конце. И он ответственный за красоту. Он хочет, чтобы было красиво. Вот он это прям хочет. Если ты хороший дизайнер, архитектор, тот, кто пытается добиться результата. Вот, и желательно, чтобы ты мог отвечать на его вопросы, потому что вопросы у него будут. Почему? Потому что в процессе будет что-то не то. Строители там не то сделают, ну, или там поставка пойдет какая-то не такая. Будут ошибки. И чаще всего эти ошибки можно направить в нужное русло и сделать качественное решение. Всегда так бывает. Ну, слушай, ну, я вот вообще не понимаю. Я захожу, там кирпичи валяются, доски, какие-то мужики ходят. Как бы мне, как-то куда смотреть-то, там грязно вообще что-то. Нет, здесь тебе не обязательно идти. Ты можешь приходить, если ты хочешь, если не хочешь, можешь не приходить. Тебе дизайнер, архитектор скажет, ну, приди, посмотри. Он тебе укажет, на что смотреть. Скажет, вот видишь, здесь у тебя там шпон состыкуется, а здесь у нас будет линия. Вот я предлагаю линию сделать не как у нас на проекте, допустим, там перпендикулярно, а предлагаю сделать параллельно. Почему? Ну, потому что есть на это причины. Он тебе расскажет причины, там с поставками связанные, с конструктивом, еще с чем-то, что нельзя было заранее предусмотреть, либо в процессе это выяснилось. И ты должен быть, как клиент, принять решение. Говоришь, да, поддерживаю, согласен. То есть дизайнер тебе дает варианты, и ты должен, как заказчик, посмотреть и сказать, да, мне это нравится. Или нет, делаем по-другому. То есть ты должен это делать. Понял, понял. Слушай, вот, допустим, когда я на тексту работу, есть несколько такие этапы отсечки. Вот я сделал, допустим, план, я могу показать. Сделал черновик, могу показать. А я вот в настройке есть такое, там можно прийти, как-то принять часть работы, к примеру, там, не знаю, пол, и сказать, да, и дальше двигаемся, или как это устроено? Ну да, можно, но это делает дизайнер. То есть мне не надо этим заниматься. Если ты нанял дизайнера в качестве управляющего, то тебе не надо этим заниматься. Если ты не нанял его в качестве управляющего, то им должен заниматься кто-то, кто является управляющим. Это либо ты, либо прораб, либо дизайнер, либо еще кто-то там. Дядя Петя, помнишь, который у нас был? Может быть он. Да, я понял. Кто-то должен быть. Но в целом, так это и работает, да? Допустим, меня зовут на стройку, говорят, слушай, смотри, допустим, отделка стен завершилась, посмотри, принимаешь, так и будет, да? Да, да. Вот как у меня сделано, у меня вот даже мы строим, я же в стройку не лезу, я лезу только во внешний вид. Как это конструктивно будет сделано, в целом я понимаю, но я не хочу разбираться, потому что это очень много моего времени и внимания займет. У нас есть прораб, который делает там утепление, штрабление, штукатурку и так далее. И у нас есть там архитектор, либо технолог, технодзор, если нужно, который проверит, как это сделано. И ко мне прораб проходит, говорит, пожалуйста, заказчик оплати мне сделанную работу. Я говорю, вообще не вопрос, но сдай, пожалуйста, эту работу вот этому человеку. Я этому человеку плачу деньги, я ему доберяю, и если он скажет, окей, я даже смотреть не буду, я тебе заплачу. Поэтому ты не ко мне вопрос адресуй, пожалуйста, а вот к архитектору он у тебя примет, либо даст замечание от моего имени. Я ему за это деньги плачу, поэтому будь добр, работай с ним. Вот, тем самым я не вмешиваюсь, а только плачу. Я понял. Слушай, такой вопрос. Когда у меня вот был ремонт в моей квартире, и там давно это было, что-то 10 лет назад, а у меня был, типа, прораб, он же рабочий, который там работал вместе с этими друганами. И он постоянно мне каждый два дня звонил, писал, «Серега, полетели сверла, нужно срочно сверла купить, я куплю с тебя от 500 рублей». И так постоянно, каждый день. И вот, слушай, это нормально или нет? Как с таким бороться? Ну, во-первых, ты должен об этом знать, что так будет. То есть, это нормальная история. Это как дальнобойщики, знаешь, тоже фишка такая есть. Едет-едет, и у него шину пробило, а шина там 10 тысяч стоит. Он звонит начальнику, говорит, слушай, начальник, ну что делать? Вот шину пробило, давай деньги, десятки скидывай. То есть, это нормальная такая, преработок дополнительный, ты никогда не узнаешь, правда это или неправда. Вот, поэтому тебе заранее стоит договориться о том, что инструмент за твой счет, либо за счет людей, которые делают. Ты заранее это должен прописать в договоре. Что прописать, ты должен знать об этом, что так надо. Ну, смотри, допустим, мы пропишем, что инструмент за мой счет. Но это ж не мешает этим людям каждый день из меня деньги сосать? Каждый день сверла будут лететь? Нет, не мешает. Вопрос контроля, то есть, как это выглядит. Ну, то есть, ты дальше ставишь точки контроля. Ну, как ты в автосервис автомобиль пригнал, ты можешь сам стоять, у меня есть знакомые, которые сами стоят и смотрят, корень, масло льют. Для меня это какая-то, ну, как бы дикая тема, да, но для них, они там выросли в 80-е, 90-е, у них там сплошное было, у них менталитет такой, что если ты смотреть не будешь, как человек делает, то он будет делать плохо. И вот мне, ну, как бы человек, знакомый, сосед, говорит, что да, я смотрю, вот у него там Мерседес, еще какой-то Мерседес, BMW, это последнее. Вот, и, соответственно, он все равно там стоит и смотрит. Я говорю, окей. Я понял, блин. Поэтому ты хочешь смотреть, можешь смотреть, хочешь доверять, доверяй. Ну, то есть, любая тема, ну, стоит денег. Готов ли ты смотреть, или ты готов 500 рублей просто в день платить? Ну, это зависит от тебя. Ну, просто неприятно, как бы ощущение психологически неприятное. Сосут деньги? Избавься от этого ощущения, то есть, ни на кого никогда не надо обижаться, то есть, ни на кого, это как бы нормально все. Ну, ты просто сам для себя решаешь, ну, подворовывают, окей, делают и делают, ну, делают. Ты для себя решил 500 на там 2 месяца, ну, там, минус сколько там у тебя получается, 60, минус 100 тысяч. Ну, как бы, ну, хорошо, ладно. То есть, ты можешь высвободить свою высокую голову, попрощаться с 100 тысячами лишними и заниматься там своим редактурой или что-то там делаешь, и заниматься своим делом. Ну, и все, и не боится. Ну, это обычная ситуация, да? То есть, так со всеми делают? Так всегда будет. Люди, особенно, как бы, строители, они, как бы, заточены на то, что они живут в таком мире, что их всегда обманывают. Значит, их самих всегда обманывают, им недоплачивают очень часто. То есть, они мало сделать работу, надо денег получить. Вот, соответственно, как бы, им нормально. То есть, это в их мире нормально вот так делать. Чуть выше, более квалифицированный специалист, он уж так не будет. Он живет не в страхе, а в безопасности, да? Он уже эксперт. То есть, это зависит от менталитета. Если ты нанимаешь рабочих с менталитетом, которых, ну, которых в жизни, ну, как бы, не сахар, скорее всего, они так и будут делать. С большой долей вероятностью. Ты просто это знаешь, понимаешь и принимаешь, и не паришься по этому поводу. Как было. Понять и простить. Ну, нормально, да, хорошо. Я понял. Хорошо. Слушай, а вот, может быть, есть какие-то, не знаю, красные лампочки, которые должны загореться, когда стройка идет, я вот прям неопытный человек. Я что-то должен понять, услышать, увидеть, что я должен насторожиться в этот момент. Ничего ты не узнаешь, не увидишь. Если технологию не знаешь, вообще ты никак не насторожишься. Ты либо должен знать технологию, что надо делать и как, либо кого-то нанять. Вот я тебе точно говорю. Ну, вот ты пришел, представляешь, шеф-повар что-то готовит. Ну, вот ты не разбираешься в продуктах. Вот он что-то колдует, там, шарит, варит. Откуда ты знаешь, там, он на 2 минуты больше передержал, либо меньше, соус. Также здесь, стяжка, как бы, сколько она сохнет, ну, и так далее. Что за стяжка, что за марка. Ты либо должен в это погрузиться очень глубоко, либо не париться по этому поводу и найти хорошего потребщика, либо найти того, кто будет следить за ними. Самое лучшее, найти того, кто будет следить. Вот я тебе говорю, управляющий, технадзор, там, дизайнер это может делать. Ну, то есть, если он это узнает и умеет. Я понял. Слушай, а вот не будет такого, что там какой-нибудь управляющий, они споются с строителями, они там на объекте сидят, водку хлещут и такие, а давай еще его на пару штук разведем. А ты там, позвони ему. Это финансово невыгодно, ты если посчитаешь экономику, это будет невыгодно. Управляющему выгодно взять там управление 3 объекта или 4 и вести его нормально по отчетам, а лучше даже делегировать. То есть, для него это будет нормальный отдельный бизнес, ну, либо просто работа. Никакого, никакой выгоды. При этом, если у тебя будет договор, если это вскроется, а у тебя будет скорее всего с управляющим договором на конституционные услуги, ты в принципе можешь как бы в суд подать там на мошенничество и взыскать с него деньги. Ну, короче, это серьезная тема, потому что, ну, серьезная короче тема, так просто это не сделать. Это невыгодно с точки зрения даже вот здравого смысла. То есть, выгода не стоит. То есть, даже на преступные действия идут, когда, ну, как бы недалекий ум, да, когда вообще, ну, не понимают. Это не тот случай. Технодзор все-таки, он как бы интеллигентный человек, по-любому должен быть. Строители могут идти. А здесь это, ну, не проконает. Смысла нет никакого. Овчинки выделки не стоят. Угу, угу. Я понял. Хорошо. Ладно. Окей. Слушай, я вот такой вопрос. Когда мою стройку закончили в квартире, там было просто срач. Валялись опилены какие-то доски, пленка какая-то, пыль на везде. Вот это обычно, как бы, вот квартира в идеальное состояние, после ремонта кто приводит? Это надо обговорить тоже. У нас в книге написано этот момент, очень важно. И даже если все говорят, что будет все отлично, и даже если попросят строителей, руководству потом умрать, они, естественно, все потом не уберут, и все равно будут проблемы. Это надо знать, это нормально. Ничего с этим особо не поделаешь. Очень мало количества компаний, которые действительно за этих следят. И эти компании, как правило, подороже стоят. Вот поэтому, скорее всего, как бы ты на них не попадешь. Надо требовать. То есть ты приходишь, как я делаю всегда, я знаю, что будет срач. Всегда. Всегда он будет. Я беру фотик, либо видео, снимаю и говорю, ребята, как бы вот по факту, вот мы о чем договорились, вот что у вас. Просьба устранить. Всегда это будет еще потому, что как бы степень чистоты зависит от понимания. Ну, то есть кому-то просто подмести, кому-то по углам там растереть, а кому-то там с тряпкой помыть. Вот надо определиться степень чистоты. Обычно на берегу об этом не всегда договариваются. А в конце ты можешь потребовать сказать, вот верните, пожалуйста, в исходное состояние, ну, потому что, потому что вот мы так договаривались, это в договоре есть. Если в договоре этого нет, то тебе будет неприятно, но они скажут, извините, типа, мы это не делаем. Тогда ты о них подумаешь, о подрядчиках, что они, как бы не очень хорошие, не посоветуешь. То есть, а подрядчикам я рекомендую, кто нас сейчас смотрит, всегда включать, как бы минимальный базовый клининг, который, ну, на самом деле, несложный. Он час времени потребует у человека. Да, понятно, что он уже все сделал. Да, понятно, что он уже домой хочет. Он на последний автобус опаздывает. Да, вот он уже в шапке, в шубе стоит, убегает. Вот у него уже там жена дома ждет. Но надо убрать. Это нормально. Надо убрать за собой. Я понял. А что у тебя, ты же только сказал, что тебя в кабинете сейчас там грязно. А почему не убрали-то? Не обговорили на берегу-то? Не, все обговорили, все сказали, но это не проблема, потому что, ну, как бы, я записал, дал комментарий, это на данный момент не проблема, потому что руководство сказало, да, все понятно, мы им сказали, ну, как бы, ну, вот, типа там надо было не отпускать или еще что-то. Я говорю, ну, как бы, я этим не буду заниматься, я просто, как бы, вам отправил фотки, и вопрос руководству, как оно реагирует. Вот в данном случае нам сказали, все поправим, все сделаем как надо, все будет идеально, придем, дамажим, сделаем, уберем, то есть все будет в лучшем виде. Вот я, как бы, счастлив, доволен, просто, ну, скинул там, эти некоторые, там, вещи, скажем так, в кладовку убрал, и все, это ждет их возвращения. То есть, проблемы никакой нет. То же самое у меня было, там, мы баню делали, все то же самое, там, такая же тема. Это нормально, это прогнозируемо. Всегда знайте, что так будет, это стандартно. Не надо с этим бороться, просто в конце надо сказать, типа, убери, пожалуйста, это окей. Я понял. Слушай, а вот как определяется, например, гарантия на стройку? Ну, к примеру, там, какие-то вещи, они могут всплыть через полгода. Например, там, мне в посудомойку, посудомойка, как бы, встроенная кухня, в ней встроена посудомойка, и спустя примерно год у нее началась, начала крышка от встроенной посудомойки так бежать, отлетать. Ну вот, и, типа, мне позвонить, кому звонить, обочим, как понять, к кому бежать с такой проблемой? Ну, установщиком, кто тебе посудомойку ставил. Ну, то есть, не к прорабу и не к руководителю стройки? Нет, кто ставил, тот и отвечает. То есть, лучше всего заказывать всю бытовую технику с монтажом. Вот самое лучшее, даже если это будет дороже. Вот ты покупаешь, там, в интернет-магазине, лучше даже не в интернет-магазине, а у, ну, производителя, либо дилера. Вот нам ставили, допустим, недавно этот самый агрегат, который, в общем, отходы из раковины, допустим, как это называется, спринтер, вот этот вот, он убирает и уводит. Вот, мы нашли в интернет-магазине, в принципе, дешевле там на пару тысяч, но все равно позвонили представительству, сказали, что пришлите нам, пожалуйста, ну, этот аппарат плюс установщика. И заплатили, сколько им нужно. Почему? Потому что с представительством потом проще, то есть ты им по телефону звонишь, говоришь, ребята, как бы, что-то у вас сломалось, что-то не работает. Значит, ваше оборудование вы ставили, вот, будьте добры, там, поменяйте. Они не хотят там свою репутацию, ну, как бы, портить, и у них это, ничего страшного, у них на складе, там, их миллион, тебе не надо там ждать или вызывать кого-то. И установщик у них в штате, скорее всего. То есть, да, они пришлют, и тебе там быстренько починить, заменят. Поэтому, когда ты что-то покупаешь, ну, из техники, да, то можно с установкой брать. Если посудомоечная машина, тоже ничего страшного, ты можешь, в принципе, ну, там сложного особо ничего нет, на самом деле. То есть, в посудомоечной можешь ты обычный поставить. Но можешь поставить с монтажом, то есть, можно заказать, опять же, снизив риски, заказываешь, в монтажной компании, тебе приходит какой-нибудь человек от организации, не там, дядя Петя Савита, а кто-то, кто разбирается. И ты подписываешь у них по гарантии, и если что-то, одна из вещей ломается, стиралка, там, посудомойка, еще что-то, он приходит и меняет. Тоже окей. Я понял. Хорошо. В общем, это знаешь, как страховка, да, кто-то покупает страховку, там, на автомобиль, либо на жилье, кто-то не покупает. Вот. Если ты не покупаешь, ты потом сам несешь все риски, если покупаешь, то потом компания. И тут уже каждый решает сам. Слушай, я вот такая штука, к примеру, вот я, не знаю, допустим, купил дверные ручки дорогие, на межкомнатной двери, и началась с них краска лезть через год. И ты вроде-то как бы, ну, я же не каждый день же там по 300 раз хожу, но все-таки пользуюсь иногда. И поставщик говорит, ну, типа, слушай, это же как бы следы эксплуатации. У тебя кольца есть, обручальные царапают. Это, типа, год прошел, что ты хочешь, конечно. Ну, то есть, бывает, как толкаться с ними и обсуждать гарантию на работу. Краска начала облезать, они скажут, два года прошло, что ты хотел. Нет, так не бывает? Ну, бывает, да. Ты должен тут смотреть уже, что они предлагают, да, и какая у них гарантия. Это, ну, должно быть как-то прописано где-то. Когда автомобиль ты покупаешь, у тебя же есть тоже как бы эксплуатация там на краску там два года, на двигатель там пять лет. Ну, я не знаю, скорее всего, там прописано. Ну, так же и здесь. У тебя как бы будет износостойкая там покрытие, да, допустим, с такой-то гарантией, там два года, например. Ты смотришь, два года прошло? Нет. Краска стерлась, стерлась, будьте добры. А если прошло, ну, тогда прошло. А есть ли какие-то работы там, я не знаю, допустим, штукатурка, ведь на нее же нет гарантии, так как работе, рабочие положили. Ну, давай, так же по дверям и по штукатурке, то есть, если ты где-то что-то не согласен, ты можешь всегда сделать экспертизу, вызвать технолога, который скажет, в чем проблема. Проблема в том, что ты слишком сильно шершавые руки у тебя, либо ты действительно, ну, оборудование не то, либо штукатурка там просроченная. То есть, он это скажет. И потом с этим ты уже в суд. Я ради трехтысячной ручки буду технолога вызывать, он 10 меня попросит. Ну, значит, не будешь, значит, не парься, купи новую, все, это забудь, напиши плохой отзыв, и все, негативный. Скажи, дизайнеры, поставщики, они вечно на нас нагреваются, ребята. Поэтому будьте осторожны. Давай, в тексте то же самое, не надо, это везде так. Ну, слушай, Сергей, вот я тебе закажу текст, а он не продает. Слушай, представь, ты заказал бы у меня текст, а из него предложение бы выпало через год, и ты бы такой, типа, Сергей, где? Я сказал, ты много читал слишком его. Не, а как оно выпадет? Оно вот не продает. Не работает. кстати, у меня был такой случай, я потом расскажу, ко мне, на меня наехал заказчик. Давай сейчас. Давай. Сказал мне текст, мы с ним говорили, там, 15 тысяч рублей, к примеру, я говорю, у тебя 15 тысяч рублей, это рассылка. Заказал текст, он использовал его, все, типа, хорошо, прошло 2-3 месяца, он приходит, говорит, Сергей, слушай, рассылка не очень хорошо сработала, обычно, которую мы написали сами, криво-косую на коленке, лучше работала, чем твоя. Поэтому подумали, может быть, ты, типа, еще одну рассылку сделаешь, ну, чтобы, там, доказать, что ты мастер. А где логика? Я говорю, с вас еще 15 тысяч рублей, тогда я сделаю еще одну. Они говорят, не, Сергей, слушай, дело не в этом, твой же предыдущий текст не работает плохо, мы, как бы, за гарантии пришли, давайте переделаешь тот, сделаешь другой заново, тогда он, чтобы продавал лучше. А, типа, о деньгах речь не идет. Такое тоже бывает, представляешь? Я не вижу логики, потому что, если они сами пишут лучше, чем ты, то логично, что, чтобы больше продавать, им надо самим писать. Ну, они, типа, деньги-то мне заплатили, говорят, делай нам другую рассылку, за эти же самые деньги, ну, как бы, превысь наш показатель. Они говорят, типа, мы думали, ты профессионал, что у тебя сейчас прям конверсия будет чудовищная. Ну, если ты обещал конверсию, тогда, наверное, да, если ты ничего не обещал, тогда, смотрите, что написано в документе, что ты покупаешь. Ты мог сказать, давайте не 15, а 50, но зуб даю, что будет работать. Тогда бы они к тебе пришли, ты бы еще три раза мог им переписать. Ну, это на самом деле, нет, тут понятно все, вопрос-то, как бы, для большинства нормальных людей они скажут, пошел в жопу, ну, либо, что значит, я же не давал, не гарантировал результаты. Но здесь бывает другая тонкая штука, что для многих людей, вроде меня, например, для них есть такая понятия нужды, как переговорщики говорят, что есть какая-то нужда. А есть еще, там, например, финансово, я хочу, например, ты получишь, по мне видно, как я хочу эти деньги, и можно меня продавливать по условиям. А бывает нужда еще эмоциональная, когда тебя погружают в неприятную ситуацию, некомфортную для тебя, и ты хочешь из нее выйти любыми путями, любой ценой, и даже согласиться на неудобное решение, только бы отстали. Ну, как, не знаю, ребенок орет, например, а родители такие, на, возьми конфеты, только перестань. Вот, явно такое, на самом деле, очень чувствительное, это просто моя особенность, а тут мне такое пишут, то есть, я могу теоретически согласиться на такое решение, только бы отстали. Ну, это просто... Ну, это нормально, да. Ну, что тут можно предложить? Если был бы запрос, я бы мог предложить, а так, ну, непонятно. Вопрос, то есть? здесь... Ну, ты описал ситуацию, да, которая, как бы... Что с ней делать? Ну, надо конфликты... Конфликтология есть такая тема, можно изучить, если слушатели у нас, читатели смотрят, то есть тема конфликтологии, когда ты должен получать удовольствие от конфликта. То есть ты его ищешь, ты можешь прям, ну, есть даже там тренинги такие, ты прям ищешь конфликт, прям нарываешься, и пытаешься психологически понять, что тебе там не нравится, потому что это все психология. И в итоге, когда ты в удовольствие идешь в конфликт, то с тобой никто не хочет связываться, потому что окей, давайте разберемся, ну то есть ты мог бы ему сказать, так, хорошо то есть как вы считаете, почему не сработало давайте посмотрим, а вот покажите как у вас было, и короче ты их нагрузишь как бы такими всякими обязательствами которые они подумают, да ну с ним связываться какой-то мутный товарищ, типа ну его то есть ты так тоже мог сделать и это было бы нормально, логично и как бы тебе бы не было проблем в этом прикольно, спасибо, совет слушай, немножко возвращаясь к нашей стройке, ты еще говорил что помимо дизайн проекта есть еще авторский надзор и комплектация авторский надзор, как я понимаю, дизайнер на стройке, следит, что его идеи точно воплощаются, а комплектация он ходит, получает скидку за 30% от поставщиков, забирает ее себе и мне мебель домой привозит, я правильно понимаю? комплектация это когда вот у тебя есть список, как вот купи, мама купи в магазине хлеб, молоко и так далее то есть список это проектная часть то, что у тебя на бумажке а то, что купить надо это дело это уже вопрос комплектации то есть сам список, он не гарантирует что у тебя будет хлеб, молоко там и мясо к борщу вовремя так вот, твоя задача, да, как пойти в магазин, как архитектора дизайнера на стадии комплектации так и хорошего сына который пошел маме за покупками тебе надо вовремя к обеду успеть прийти ты приходишь в магазин, а там хлеба нет либо он вчерашний, тебе нужно как бы понять, что делать, либо маме позвонить либо пойти в другой магазин мама сыплет да, принять решение, что делать потому что если ты ничего не сделаешь и потом придешь, мама, не было хлеба типа извини, я там погулял вот тебе там молоко, мясо, хлеба нет ну тогда голодный останешься вот суть работы комплектатора в том, чтобы найти по оптимальной цене чтобы было в наличии, чтобы было вовремя и чтобы клиент как бы не парился по этому поводу деньги это уже вторично ну то есть ты можешь на этом зарабатывать а можешь, ну там скажешь мам, я пришел, типа сдачу можно себе оставлю он скажет, молодец, можно ну вот так я понял да, я просто пошутил у меня первое время, когда он еще помогал тебе немножко писать книжку меня очень сильно удивляло, что приходит какой-то человек поставщику говорит, я дизайнер, да, мне скидку 20% и поставщик ее дает ну это ладно, это отдельный разговор ну не 20, там от 10 до там скольки-то, да, наверное, можно взять ну это шахтовый покупатель да, и ты пишешь в книжке, что дизайнер на самом деле на комплектации-то бабки-то и зарабатывает по большому счету сопоставимые с дизайн-проектом да, потому что на дизайн тебе физический труд очень много а здесь тебе нужны переговоры переговоры всегда выигрывают по деньгам, чем работа руками ну то есть тот, кто яму копает неважно, яму копаешь, ты либо чертежи чертишь, да либо там сказку придумываешь и тот, кто договаривается об условиях они, как бы, ценность этой работы одинакова ну с точки зрения денег а время гораздо меньше потому что ты на стадии переговоров можешь договориться контракт заключил и дальше уже пошли все делать понимаешь, я понял да слушай, а когда нужно заказывать комплектацию? когда у тебя готов проект и ты понимаешь, что хочешь не сам делать а хочешь, типа до стройки еще ну желательно да потому что в процессе уже будет тяжело потому что стройка началась тебе самое главное даже не то, чтобы дешевле было часто просто вовремя надо потому что если плитки сегодня нету а ее надо сегодня укладывать а не через неделю, не через месяц то ты теряешь на строительстве ну не ты, как бы твои подрядчики, они становятся недовольны уходят на другой проект, куда-то занимаются скажут, плитка приедет, потом мы вернемся потом они не вернутся, они другой заказ возьмут более выгодный обстоятельства изменятся в общем тебе организационно это очень все долго то есть да, люди обещали но обстоятельства изменились все обещания как бы тоже часто могут поменяться я понял слушай, я вот тебя только сейчас понял, что комплектация это не только про мебель, это вообще про все материалы строительные да, только не черновые, а чистовые потому что черновые лучше отдать прорабу пусть он там свою копеечку тебе же 10% получает, но ты вообще там с этими бетонными, смесями, клеями не будешь париться а самое главное, у него гарантия будет то есть если он сам покупает, он гарантирует, что материал не отвалится, штукатурка, как ты сказал потому что если отвалится, он потом не скажет, ты пришел бракованную штукатурку, конечно она отвалилась типа это ничего не знаю, мы тебе положили, положили, что привез а если он сам и покупает и кладет, тогда извините, разбирайтесь сами с магазинами, с чем угодно а мне сделай, пожалуйста, переделай я понял, интересно, хорошо окей, слушай, а сколько стоит комплектация? ну примерно 10% от закупки плюс, ну иногда там берут 30 тысяч, ну там минимальный базовый оклад за месяц ну потому что кто должен быть как курьер, который курирует все это дело, документы просто помощник должен быть то есть получается, допустим, мы примерно прикинули, что мне материал и мебель плюс, там стоит 20 миллионов рублей я должен 2 миллиона рублей сверху отдать дизайнеру а он еще и процент себе заберет, который от поставщика получит ну заберет или не заберет, это ты не знаешь, это как он договорится, или ты договоришься ну вернее, ты можешь с ним договориться, что есть некий процент, который дает поставщик ты можешь с ним пополам поделить, например, то есть он выбивает сколько-то можешь просто сказать, что давай ты мне все отдашь но как бы тут уже, в общем, как получится а можешь вообще об этом не говорить смотри, получается, что я за дизайн проект и, допустим, авторский надзор заплачу 2 миллиона рублей миллион за проект, миллион за надзор но это только на комплектации, только я дизайнеру должен 2 миллиона заплатить допустим, от 20 миллионов материалов и прочего ну да, да а я не могу ему сказать, слушай, чувак, я тебе платить ничего не буду вот ты все, что с поставщиков выбьешь, все твое, например он согласится так работать? кто-то согласится, но тогда он тебе, скорее всего, будет давать первое скорее всего, часто накидку будет давать ну как бы больше либо у него нет мотивации тебе давать скидку, понимаешь? у него есть мотивация побольше, чтобы ты заплатил и он эти же деньги с поставщиков назад возьмет можно и так смотри, ты сам себя, как бы, в любом случае, ты сам себя обманешь ты можешь считать, как с любой стороны человек, он заработает столько, сколько он хочет все равно просто он либо сделает это честно в открытую, либо за глаза вот и все иначе он работать не будет он скажет, слушай, Сергей, мне не выгодно ты мне предлагаешь миллион за год ну, типа, это смешно, потому что ну, как бы, твой проект мне тогда не выгоден я лучше новые возьму ну, сам подумай, мне не рентабельно я тебе, давай, книжку дам он, Станислав написал, скажи где книжка, Станислав, покажи вот это есть у него с на третий этаж, ну, ладно а, нет, есть вот и на каждом этаже должно быть по две книжки быть вот, говоришь, вот, книжка, она толстая, да но здесь вся технология типа, если ты будешь делать, ты не ошибешься я не хочу, чтобы тебя обманули вот тебе книжка, или вот закажи по ссылке и делай сам будут вопросы, я тебе с удовольствием по WhatsApp как бы отвечу, проконсультирую ну, недолго ну, занимайся сам так вот, и нормально это же услуга ну, знаешь, это же, к тебе приходят и говорят там, напиши мне текст, тебе же не сложно а вот давай ты напишешь, а я тебе процент с продаж отдам ну, понимаешь, да? то есть ну, некоторые авторы согласны на такое Максим Дьяхов, например некоторые дизайнеры тоже ну, я не думаю, что он согласен и я думаю, что он делает, по-моему, свои продукты какие-то ну, короче, кто-то согласится вот вопрос, нужен ли тебе этот кто-то или нет потому что люди, заточенные на результат а не на деньги они, скорее всего, работают ну, вот по способу, когда конкретно тебе говорят за что ты заплатишь и как бы берут деньги за все это нормально человек хочет зарабатывать если он не зарабатывает в открытую он все равно где-то зарабатывает никто бесплатно не будет работать либо он очень ну, как бы не развитый в психологическом плане скорее всего он легко поддается манипуляциям и убеждению а если это так и даже если ты с ним договоришься на манипуляциях на убеждение ты подумаешь ой, какой я молодец я там бедного дизайнера он мне бесплатно делает то, скорее всего точно так же с ними поступят и поставщики то есть они на нем будут кататься ну, так же обещать кормить завтраками и скорее всего он не сможет быть зубастым и с ними так же поговорить серьезно чтобы они тебе не задерживали все потому что у них же там тоже проблема и тебе это в итоге будет невыгодно потому что ты себе покупаешь задешево либо бесплатно человека, который не может ничего решить а деньги там завязаны очень внушительные соответственно ну, сам себя опять обманул я понял хорошо ладно такой немножко странный вопрос я я когда-то писал что-то вроде книжки о покупке недвижимости в Европе я даже читал ее вот и там вокруг этой книжки разные еще продукты делал например, в статье и там в статье например, мы писали вместе с автором этого всего специалистом по недвижимости в Европе он говорит, что главная беда вообще российских людей которые покупают недвижку ну, вот а-ля типа чиновников всяких что они очень любят про это рассказывать ну, прямо потому что он заработал бабло ему охота поделиться он выкладывает фотки там в инстаграме еще что-то палит короче себя вот а такой вопрос смотри а вот допустим я какой-нибудь заказчик я делаю там квартиру могу ли я быть уверен что дизайнер потом это не выложит в инстаграм не подпишет мной не будет другим людям тыкать в мой интерьер и говорить смотрите какой хороший интерьер я сделал ну, дизайнеры так и будут делать конечно а типа можно сказать типа чувак фигушки все, это мое нет? можно так, да? да, но как правило с тебя попросят побольше денег за это почему это мой интерьер что значит я хочу не публиковать его ну, а я не хочу дешево ну, как бы сейчас если это я публикую скажем так давай я тебе скидку даю то есть в моих условиях работы заключено условие что я работаю в открытую спокойно все рассказываю если ты хочешь эксклюзив индивидуалочку тогда это будет стоить там в два раза дороже готов платить окей не вопрос я понял если по бизнесу говорить то для меня это часть рекламы то есть сам контент который я делаю это рекламная тема которая позволяет мне продвигаться то есть то, что я рассказываю в твоем проекте это позволяет мне не давать рекламу в журналах а на билбордах или еще где-то то есть я экономлю деньги вот и поэтому я могу обеспечить тебе очень высокое качество за такую меняемую стоимость там как 3000 за метр квадратный а так бы оно 6 стоило или по 10 то есть по факту я тебе даю скидку 70% при условии что я могу показывать хочешь не показывать? ну ты ушлый, а? вот слушай вот как так а вдирает нас как липку на каждом этапе и сейчас процент со всего хотя да почему липку это же равно выгодно ну слушай тебя же никто не заставляет покупать ну делай сам все ну ну да закажи у другого более квалифицированного человека или менее ну то есть тут же никто не настаивает это свободный рынок свободной конкуренции более того у каждого дизайнера есть свои условия кто-то готов кто-то с чиновниками работает кто-то принципиально не работает ну и так далее помнишь, было здание какое-то там, это самое Навальный там все разведал какой-то был там, по-моему, видео про рабы в инстаграме было, да? да, и вот то-то-то-то здание в Медведевской которые вот мы делали этот дом как ни странно я не знал, что это ему в Знаменском но мы делали как архитектурная компания заказала у нас я делал визуализацию видеооблета она у меня даже в портфолио есть вот, а потом мы построили и я увидел, что его построили уже в расследовании такого прикольно получилось она у меня есть готовая короче, Станислав надо на самом деле на главную страницу сайта вынести я строил дом Медведеву и все это не я я же только визуализацию делал то есть я имел участие принимал но как подрядчика я не знал даже об этом мы сейчас тебе хорошую фразу придумаем я помогал Медведеву увидеть дом его мечты ну да видимо да было так представляешь мои визуализации на столе президента лежали между прочим все понятно слушай, скажи а вот комплектацию обычно делает тот же дизайнер что делает проект или можно какого-то другого нанять? можно того же можно другого если делать качественно хорошо то лучше, чтобы был специалист который обучен по методике описанной в книге у меня курс есть даже специальный он двухмесячный но это профессия потому что навыки комплектации это больше навыки знания рынка знания психологии умение договариваться продавать это больше предпринимательские навыки нежели дизайнерские если тебе нужен дизайн ну согласовать изменение плитки ты можешь всегда обратиться к автору проекту то есть я допустим как комплектатор нашел поставщика и говорю слушай уважаемый дизайнер вот все как у тебя на эскизе но у них нет допустим ну вот таких капителей да если мы классику делаем у них форма карниза другая но она подходит вроде я не эксперт ну как бы полноценный я хочу у тебя спросить подходит ли такое или нет потому что если делать на заказ как у тебя нарисовано в проекте это будет стоить в два раза дороже для клиента типа можешь ли ты вот это согласовать либо искать других либо ну давай как бы переплачивать и DANE дизайнер дизайнер смотрит говорит нет ни в коем случае делай только как я сказал вариант номер один второй вариант он говорит поищи еще других третий вариант он говорит да в принципе ничем не отличается нормально заказывай зато сэкономим со склада возьмем понимаешь то есть я как комплектатор должен предоставить решение для клиента и для дизайнера чтобы они сделали выбор дизайнер этим не будет заниматься он не будет в детали вдаваться там ну как бы это стадии комплектации уже как можно сэкономить и таким образом просто не делая тот профиль который там нарисовал дизайнер он же не знает он не знает кому будем заказывать а то что можно взять со склада со скидкой мы можем сэкономить на продукте там 30 процентов на кухне допустим понимаешь простым движение души и я очень подумал смотри дизайн то по сути в стоимости проекта не очень много занимает там 10 процентов может там 5 10 процентов если даже с авторским надзором никакая мысль возникла вот если допустим я у меня есть немножко времени свободного я готов часть проекта на себя взять не значит ли это что должен комплектацию тебя например выучить я же могу как бы сэкономить сам для себя по там 3 миллиона рублей 5 миллионов рублей заказчик материал да можешь но этим нам не заняться да можешь но это сложная работа такая фултайм работы я могу два часа там где этот фултайм два месяца примерно то есть особенно в самом начале работы это серьезная тема потому что помимо того что тебя сначала учиться надо это пару месяцев всю технологию полностью потом ты начинаешь практику на практике это ошибки то есть по сути тебе чтобы сделать комплектацию надо прочитать книгу пройти курс попрактиковаться и только потом как бы допустить даже может быть первые ошибки какие-то на своем объекте то есть первый твой объект может быть входом в профессию вот такая тема если ты хочешь туда если ты уже бизнесом заняться у тебя есть деньги на 20 миллионов на жилье скорее что ты успешен в своей сфере скорее всего ты один раз в жизни делаешь эту тему это не твой будет бизнес ну закажи ты отдай те как речь нет смысла два-три месяца этим заниматься ради экономии там двух миллионов эти два миллиона и так заработаешь там за две недели зачем тебе это надо я понял я только никому не рассказываю я просто два миллиона за две недели я только тобой поделился поэтому ну ладно а слушай такой вопрос а вот знаешь ты когда рассказывал про про то что это может стать твоей работой у меня есть была клиентка который помогал книжку психологии писать она вообще супер топ менеджер войти к компании зарабатывала кучу кучу денег у нее случился перекос в кукухе она пошла к психотерапевту заниматься и ей так понравилось заниматься на такого как круто она короче ушла в какой-то там академический отпуск на работе поступила в институт стала психиатром и теперь короче как бы взрослым в жизни перенастроилась стала теперь психотерапевтом высокооплачиваемого так тоже бывает да у меня постоянно дизайн я же дизайна обучаю у меня каждая первая или вторая такая история люди занимаются не своим делом они заняли какой добились какой-то топ-топ в компании у кого-то свой бизнес даже логистическая компания ну была там девушка помню наталья вот и я не хочу этим заниматься мне надоело ну то есть мы за жизнь нашу интересную можем сделать несколько карьер я был визуализатором вначале чертежником она визуализатором потом дизайнером потом немножко по продажам разбираюсь там книгу пишу то есть мы можем как бы человек разумный он может искать себе разные способы применения вот и просто этап жизни ну закончилась та карьера началась новая ничего страшного нормально это хорошо я смеялся всегда ну как бы на психологи там особо не понимал на самом деле это очень сильная тема наверное даже самое самое сильное в итоге потому что если копнуть в том году вот я думал как бы об этом серьезно то есть если копнуть действительно там все то что человек не получает реализоваться это вот как бы комплексы из детства как это ни странно и страхи какие-то типа не уверены в себе там нежелание конфликта то что сегодня обсуждали там не менее как бы ответить ну вот какие такие вещи не не верить в себя не верить в продукт нет не уметь смотреть на тему с другой стороны не знать психологию там вот этих строителей то есть это же все элементарные вещи это уже описано там кто там были нитши то там еще разные там я не увлекалась не знаю но это все обобщение и в итоге если ты это понимаешь что эта инструкция к человеческому мозгу и к вообще как как жизнь устроена потому что мы общаемся с людьми если ты это прорабатываешь психологию то у тебя открывается очень много разных тем в другие сферы то есть любой теме в написании книг статей рассылки продажах дизайне строительстве ты можешь найти ну как бы правильное русло может везде не поэтому психология очень серьезная вещь и я как бы ее поздравляю что нашла себя клёво спасибо мы слушаем сейчас мы уже ближайся к концу и у меня такой вопрос немножко странный я уме лично всегда ужасно бесит при переезде развешивать вещи расставлять картины вазочки эти везде ставить просто вам а не ставь яж подавился когда вспомнил слушай а можно так что можно их вообще не ставить я что сказал видишь блин слушай меня что-то рвется глубина и слушай а можно вот так дизайн интерьера там сделать ремонт стройку что я заехал там уже веселье рубашки даже везде и чем идеально новый совершенно готовый к жизни интерьер так бывает но это как в отель ты заезжаешь ты у тебя вау эффект но дальше это же не твои то есть тело все равно прочитать не могут если ты для себя делаешь и тебе важно для себя то все равно как бы дизайнер на какой-то стадии останавливаются где заканчивается его работа и начинается твоя жизнь вот а дальше но он сама не повесить как ты любишь все может повесить как-то ну все равно ты потом перевесишь как ты сам привык поэтому я бы не парился с этим поводом по этому поводу мы вот даже декор не расставляем ну обычно я знаю есть стилисты они расстраиваются все для фотки в журнале но я смотрю на фотки в журнале они красивые классные но жить я там не буду потому что через сам три секунды вот это вот красивая ваза и арт-объект она полетит на стол потому что до собака залезет там за печеньем не где-то там трусы твои нас картина товар не валяется то есть это как бы большой вопрос как ты живешь как ты делаешь и фотка в журнале она как бы красиво как фотка они как там самоцель и это сильно зависит от людей кто-то действительно поддерживают такую атмосферу но если у тебя там собаки животные дети друзья и вечеринки ты закатываешь что наверное там ну вряд ли будет вот все вот так вот по полочкам поэтому ты интерьер такой сразу строю чтобы он был как бы нормальный для тебя я понял то есть знакомый анджет в центре москвы ну я это самый наверное шикарный квартира в которой я бывал у него в гостях уже с супругой там и он мне что поразило он на специального консультанта по устройству интерьера класс пример консультант рассказал как правильно хранить там трусы с носками что вот нужно организовать место для чтения вот даже специально отдельно этом кресло ему поставил специальный свет поставил вот и что там нужно телефон нужно оставлять вот при входе в спальню на тумбочке собой не брать на миллион таких правил в жизни этот чувак следует им просто маша там батарейки нужно вот так ассортировать специальном контейнере вот и чё продумаешь это будет жить да абсолютно это очень крутая вещь это уже следующий уровень когда у тебя есть интерьер тебе надо им пользоваться правильно потому что ну вот не знаю ты вино пьешь там или что-то да у тебя ты писал нам рассказывал как ты членовский ресторана ходишь это по сути спектакль от тебя учат как правильно жить и как бы ты кайфуешь от этого люди которые это знают этикет умение там разложить еду все это все красиво да это все качественно красиво это как бы свойство жизни ты мне какую-то ссылку присылал как называется quality этот самый менеджер это вот об этом это очень крутая тема для тех кто вот уже построил себе дом теперь как бы как правильно и его эксплуатировать я нашли до согласия понял классно и это дает у тебя вот даже то есть это же настроение тебе то есть ты когда в кресле в это усаживаешься ты настраиваешься на чтение книги на удовольствие на что-то еще то есть почему у многих картинка такая стоит камин два кресла вот эти вот уюта да как бы не торшер ты в пледе сидишь за окном зима снежок и ты книжку читаешь вином забиваешь это же вот вот оно и так вот признайся ты делаешь так у тебя же есть все это перечислено конечно естественно были на мерзает мне кстати статье про мишеновские стороны оставил прям фразу специально для тебя про тебя который ты мне научил и там она есть я даже готов процитировать ее давай я тебе отношусь к ужину звездное заведение как спектаклю а к где как произведение искусства считаю что вами на блины семга лучше да в мире иногда приятно удивится удивился порадовался заплатить да 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 моя любимая фраза перестала я понял но это андрею привет андрею привет привет андрей так скажем есть такая песня сколько крови ты мои выпил вас катить чек который никогда в жизни никогда не видел. На этой позитивной ноте я бы хотел эту серию закончить. У меня осталось еще чуть-чуть немножко общих вопросов разных из предыдущих серий. Мы на последней финальной серии их разберем. Если вам понравилось, пожалуйста, шерки друзьям, задавайте нам вопросы, пишите Станиславу, покупайте книжку. Я пожалел, что я в долю не вошел в этой книжке. Я бы сейчас, может, миллионером бы стал, как ты. Пустил бы меня в долю, Станислав? Такой сложный вопрос, неоднозначный. Надо обсудить бизнес-схему. Наконец-то я смог вопросом поставить тебя в затруднительное положение. Оно не затруднительное, оно не моментальный ответ. То есть в целом да, но нужно обсудить условия. Я понял, спасибо. Вот сейчас на этой ноте мы и закончим. Еще хочется поздравить вас всех с Новым годом. Спасибо, что нас смотрели. Мы на самом деле это очень ценим. Вот я эти слова говорю и думаю прямо о вас, о том или о той, кто это видео слушает или смотрит. Спасибо вам. Увидимся в Новом году. А ты поделился ссылкой? Да, понравилось, интересно было. Поделись. Плати. Ссылка в описании. Спасибо, друзья. Увидимся в Новом году. Спасибо, Станиславу. Спасибо, что он находит на нас время, сидя в своем замке. Скоро с башней. Да вообще. Сергей, спасибо тебе. Тоже интересные вопросы. Классный действительно диалог. В общем, здорово тебе поболтать. Может быть, мы с тобой какую-то серию записываем о редактуре. Представляешь, я у тебя поспрашиваю и все-все-все выведаю. Сделай нам 10 видео. Нам нужно об условиях договориться сначала. Это я тебя вдоль к тебе навязываюсь. Один-один. Годится. Спасибо, Станислав. До связи. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok